Сейчас должно начать добиваться установления мира. Многие ведущие страны мира с восторгом восприняли его комментарии. Как ты думаешь, не происходит ли это потому, что эти лидеры НАТО считают, что стремление к миру будет расцелено как слабость или что еще хуже, как проигрыш? Иначе, в чем же причина продолжать настаивать на этом этапе? Я думаю, что руководство в Париже, Берлине и Лондоне, например, по крайней мере, так же далеко от реальности, как и администрация Байдена. Это и есть ваша глобалистская элита, люди, которые верят в мир, которого не существует. Они думают, что борются с Россией, потому что Россия националистическое государство. У них есть национальная идентичность, национальный язык, национальная культура. Следовательно, мы должны уничтожить все это. Помни, что именно эти люди приглашают миллионы людей с Ближнего Востока и Африки в Европу. Они приветствовали каждую потенциальную опасность, угрожающую их обществу, как возвращение веры, как что-то хорошее. Другими словами, они хотят сделать с Россией то же самое, что уже сделали с Европой, что серьезно ослабило эту страну. Посмотрите на экономическую политику, она просто катастрофична. Немцы только что закрыли свою последнюю атомную электростанцию. Как бы сильно тебе ни не нравилась атомная энергетика, прежде чем ты закроешь все свои электростанции, у тебя должна быть какая-то работающая альтернатива. Нет, они закрывают все подряд, и эти альтернативы не работают. Если ты думаешь, что сможешь выжить с помощью ветряных турбин, то ты сошел с ума. А источником жизненной силы всех цивилизаций и успешного научно-промышленного развития является дешевая энергия. Она просто необходима тебе. Таким образом, они по сути лишили себя десятилетий положительного экономического роста и обнищали сами себя. Это та элита, которая считает это правильным и отказывается ни при каких обстоятельствах соглашаться с чем-либо другим. Так вот, они смотрят на происходящее и говорят, русские все еще не продвинулись намного дальше, чем несколько месяцев назад. Другими словами, русские контролируют около 2324% территории Украины. Русские никогда не заботились об этой территории. Они заботятся о том, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы и убить их. Они хотят демилитаризовать и, цитирую без кавычек, деноцифицировать Украину. Если украинцы постоянно приходят к ним в огромном количестве и позволяют убивать себя, ты не очень-то сильно двигаешься с места. Когда это закончится, они переедут. Может быть, тогда эти люди в Западной Европе проснутся. Но ты знаешь, я в некотором роде сомневаюсь в этом. Я думаю, что их придется отстранить от должности. И если европейцы не вышвырнут их вон, это может привести к гибели Европы. Эти люди – настоящая катастрофа. Они просто настоящая катастрофа. Британия находится в таком же тяжелом положении, если не в более серьезном. Так что, отвечая на твой вопрос, я хочу сказать, что это идеологическая проблема. Другими словами, если ты думаешь, что собираешься силой оружия распространить любую повестку дня ЛКПТК «Сообщество на Россию», которая отказывается воспринять и принять твою цитату без кавычек, Вместо этого он говорит, нет, мы православная христианская страна. Мы считаем, что существует два пола, мужчины и женщины. И, кстати, мы не выдаем замуж женщин за женщин и мужчин за мужчин. О, совершенно очевидно, что они совершают ужасный грех. Они заслуживают того, чтобы быть уничтоженными. Это безнадежная затея. На этом все никогда не закончится. На самом деле, я думаю, что волна мнения и настроения в Европе действительно меняется в пользу России по мере того, как все больше и больше людей смотрит на... Я не хочу сказать катастрофическое, но определенно хрупкое качество их цивилизации и культуры. Россия указывает на это в другом направлении и в результате, я думаю, наберет большой импульс. Я думаю, что в конечном счете глобалисты и их друзьяне, а консерваторы, у которых, похоже, есть множество других личных причин ненавидеть Россию, находятся на проигравшей стороне. Но опять же, это должно быть продемонстрировано ясно и недвусмысленно, чтобы они в чем-то признались. И даже в этом случае они, скорее всего, снова заползут под свои камни и будут ждать следующей возможности. Я вырос во время войны во Вьетнаме. И когда все это закончилось, я не мог представить себе никакого будущего для Соединенных Штатов, в котором мы повторили бы совершенное заблуждение, глупость и глупость Вьетнама. Да, мне очень жаль, но у Соединенных Штатов не было никаких жизненно важных стратегических интересов в Юго-Восточной Азии. На самом деле, умный стратег отошел бы в сторону и сказал бы, если китайцы решат вторгнуться в это место, это могло бы быть хорошо. Они переусердствуют. Вот этого-то люди и не понимают. Если ты оглянешься назад в историю и посмотришь на всех великих людей прошлого, неважно, плохие они или хорошие, то неизбежно столкнешься с проблемой, заключающейся в том, что все переусердствуют. Французы перегнули палку, испанцы перегнули палку, а британцы в конечном счете перегнули палку. Мы перегибаем палку. Все перегибают палку. Помнишь, Эйнштейн сказал, что гениальность определяется тем, что он знает, когда нужно остановиться? Эйнштейн был прав. Эти люди просто не понимают этого. Они не знают, когда нужно остановиться. Так что это еще долго будет преследовать их. Это всего лишь вопрос времени. И я думаю, что у вас дома есть проблемы с экономикой, и я уверен, что к вам обращались и другие люди, но людям действительно нужно прислушаться к этому Джеймсу Рикардсу. Он абсолютно точно попал в точку. Он не единственный такой человек. На свете есть и другие трезвомыслящие люди. Единственное отличие, которое у меня есть от толпы любителей наличных денег и золота, заключается в том, что я думаю, что биткоин и цифровая валюта в конечном итоге придут на рынок и станут чрезвычайно важным средством сбережения. Я вовсе не думаю, что это какое-то временное явление. Я думаю, что это очень привлекательное будущее для тех из нас, кто верит в свободу, потому что если ты хочешь быть свободным, значит, ты хочешь выбраться из-под контроля. Да, да, абсолютно верно. Кстати, о деньгах. Я обратился с этим вопросом к полковнику Тони Шеферу, потому что очень многие люди спрашивали меня, почему военный бюджет Соединенных Штатов составляет более 800 миллиардов долларов. А куда же, куда же уходят эти деньги? Если мы так сильно отстаем в оснащении, боеприпасах и тому подобном, то неужели речь идет только о всех военных базах, разбросанных по всему земному шару? Или же куда уходят 800 миллиардов долларов? На самом деле, как ты знаешь, сейчас эта сумма составляет более 800 миллиардов долларов. На самом деле, если посмотреть на черный бюджет и разведанные, то получится гораздо больше триллиона долларов. А я всегда говорил, что было бы ошибкой рассматривать оборонный бюджет в отрыве от других расходов. Есть несколько вещей, которые необходимо понять. В течение очень долгого времени, определенно начиная с 1960-х годов, американцев убеждали в том, что если вы тратите много денег на оборону, у тебя отличная защита. А теперь позволь мне объяснить тебе это. Другими словами, вложенные деньги равняются вложенным возможностям. Такого еще никогда не было. На протяжении всех 20-х и начала 30-х годов, на самом деле примерно до 1938 года, британцы и французы значительно превосходили немцев в расходах. Расходы Германии на оборону по-настоящему начали стремительно расти только в 1938-1939 годах, в преддверии войны во Франции и Великобритании. Так что вы можете потратить много денег, а можете и не тратить, и получить не очень много за свои инвестиции. И это является для нас большой проблемой. А почему бы и нет? У тебя на холме живет очень много людей, которые считают, что их работа сводится к одному единственному занятию тратить деньги. Если бы я провел тебя по палате представителей в частности, и я думаю в значительной степени по Сенату, каждый сказал бы тебе, послушай, ты должен кое-что понять. Наша работа здесь заключается в том, чтобы тратить деньги впустую. В этом и заключается наша работа. Если мы не будем тратить деньги впустую, значит у нас не будет работы. Это также связано с переизбранием и поддержанием инвестиций в те места и вещи, которые приносят пользу вашим избирателям. Это также включает в себя значительные расходы на благо ваших доноров. И мне хотелось бы сказать, что сейчас у нас действительно есть правительство-донор. Вспомните Ральфа Надера, который на протяжении всех 90-х годов пытался донести до всех, что Вашингтон — это оккупированная территория, корпорации владеют всем и вся. Я бы сказал вам, что прямо сейчас вашей страной управляют доноры. У вас открытые границы. Не потому ли это, что мы все проголосовали на референдуме за то, чтобы открыть наши границы и впустить в страну любого, кто захочет? Конечно же нет. Но доноры хотят это сделать. Некоторые из этих людей связаны с торговой палатой. Некоторые из них работают в различных отраслях промышленности. Им нужна дешевая рабочая сила. Кое-что из этого связано с коррупцией, торговлей наркотиками и незаконной торговлей людьми, я уверен, что все это связано со всеми этими вещами. Так вот, я пытаюсь донести до вас мысль о том, что вы тратите деньги явно на развитие военного потенциала, является ложным. И вот еще кое-что, чего большинство зрителей просто не понимают. Они просто не понимают этого. Прямо сейчас у нас на действительной службе находятся 44 человека с четырьмя звездами, военнослужащие армии, военно-морского флота, военно-воздушных сил и морской пехоты. Мне 44 года, а численность персонала составляет менее 1,1 миллиона человек. И кстати, как вы все знаете, у нас возникли проблемы с набором персонала, и они возникают уже довольно давно. Так вот, в разгар Второй мировой войны у нас насчитывалось 12,2 миллиона человек, одетых в военную форму. А когда нас было 12,2 миллиона, у нас было 7 четырех звездочных знаков отличия. Я могу назвать их тебе поименно. Маршал МакАртур Эйзенхауэр Арнольд Кинг Нимитс, и я думаю, что Кинг Нимитс и Лихи, Лихи, эти семеро, вот и все. А теперь скажите, как мы могли бы позволить себе успешно вести крупную войну без помощи всех тех десятков четырех звезд, которые у нас сейчас есть? Посмотрите, вот это и есть часть гниения, коррупции и расточительства. Весь департамент превратился в настоящую катастрофу. Вы даже не можете провести аудит этого процесса. Ты читал недавний заголовок, о, мы нашли 3 миллиарда долларов, которые можем отправить в Украину. Эти 3 миллиарда долларов не пойдут в Украину. Какая-то часть наличных денег поступит туда, потому что тебе придется платить правительству, платить украинской армии, платить за подобные вещи. Но большая часть этих денег просто поступает из Конгресса, по крайней мере на бумаге, в Министерство обороны. И все это, конечно же, проходит через казначейство. А затем из Министерства обороны они возвращаются обратно в оборонную промышленность и различным подрядчикам. А затем они снова появляются в виде пожертвований комитетом политических действий, компаниям по переизбранию и так далее на холме. Если ты хочешь знать, почему люди приезжают в Вашингтон как своего рода среднестатистические представители среднего класса, а затем 10 лет, 20 лет, 30 лет спустя выходят оттуда как мультимиллионеры, на то есть веская причина. Мы создавали правительство не для того, чтобы обогащать людей, которые в нем участвуют. Это далеко не так, но именно это у нас и есть. Так что ты можешь заработать много денег в Вашингтоне, округ Колумбия, в правительстве, если ты входишь в правильный подкомитет. Если ты найди нужных доноров, если будешь поступать правильно. Сколько раз ты уже слышал, прости, я бы хотел проголосовать за то, за что ты хочешь, чтобы я проголосовал, но я не могу этого сделать. Почему ты не можешь этого сделать? Я не хочу, чтобы меня переизбрали на второй срок. Что значит ты не будешь переизбран? Мои доноры поддержат моего оппонента, потому что я занял позицию, которая им не нравится, и меня заменят. Это чертовски хорошее правительство. Так оно и есть на самом деле. Это чудесное изобретение, в котором нет никакого смысла. Так что наша конструкция 18 века, построенная в 1780-х годах, действительно не работает. Это еще одно откровение, которое до сих пор не дошло до нас. Все только и говорят о Конституции, о Конституции, о Конституции. Позволь мне сказать тебе, что Билли о правах гораздо важнее. Механизм государственного управления, которым мы пользуемся сегодня, был хорош в конце 1700-х годов и, вероятно, вплоть до Гражданской войны. Но с тех пор в нем не было никакого смысла. Просто взгляните на свою конструкцию из 50 штатов. Мальчики, разве не полезно иметь все эти штаты, которые обладают такими полномочиями и полномочиями, которые могут препятствовать, останавливать все, что вы хотите сделать? Если это важно. Или же нам было бы лучше объединить нацию, скажем, из пяти регионов, консолидировать большую часть этого правительства и сократить его по размеру. Нам еще многое предстоит сделать, но ничего из этого не получится. Я думаю, что так будет продолжаться до тех пор, пока не наступит огромный экономический спад в условиях финансового кризиса. Тогда-то мы и начнем видеть доказательства этого. То же самое относится и к внешней политике, и к внутренней политике. Ты не должен рассматривать их как совершенно отличные друг от друга, потому что это не так. Да, именно так и есть. Пастуший кошелек заставляет людей вести себя по-другому. Я, несмотря на все эти разговоры о цифровой валюте Центрального банка и биткоине, владею биткоином сам. Я не знаю, действительно ли правительство хочет, чтобы биткоин взлетел, потому что это заставило бы их быть честными. Я не думаю, что у нас могли бы быть эти темные пулы военных денег и все такое прочее, потому что в Вашингтоне был бы отчет о том, куда идут эти деньги округ Колумбия. И я предполагаю, что это приводит их в ужас. О, послушай, я думаю, что ты на сто процентов попал в точку. Кстати, я помню, как зародилась вся эта история с так называемыми добровольческими вооруженными силами. Я никогда не считал себя волонтером. Я профессиональный солдат. И поэтому мне действительно не нравится идея быть каким-то волонтером, хотя я просто появляюсь, когда происходит пожар, а в остальном занимаюсь своими делами. Я думаю, что альтернатива заключается в следующем. Биткоин и цифровая валюта — это обещание свободы от государственного вмешательства, контроля и влияния. И это влияние, очевидно, связано с банковской системой, финансовой системой. Я выступаю практически за все, чтобы правительство как можно больше убралось из моей жизни. Но есть еще одна вещь. Когда появились эти добровольческие вооруженные силы, люди говорили в частном порядке. Это хорошо. Потому что теперь мы можем делать с вооруженными силами все, что захотим. Никто не обратит на это никакого внимания, потому что у нас нет черновика. Так вот, в прошлом я никогда не был большим сторонником этого законопроекта. Возможно, в будущем это положение придется изменить. Я не знаю. Но ты же знаешь, мне это никогда не нравилось. И еще я видел финальную часть призыва и людей, которых призвали в армию, и они были очень несчастны и несчастны. И еще я увидел то, что стало основой для создания профессиональных вооруженных сил в 80-е годы. И вот теперь мне стало намного лучше. Строго говоря, это все еще не было настоящей профессиональной силой. Тем не менее, самые профессиональные люди находились на самом низком уровне. Из-за того, что мы наименее профессиональны, мы находимся на самом верху. Я думаю, что так оно и есть до сих пор, потому что на самом деле нет никакого принуждения изучать свою профессию. И никому до этого нет дела. И если ты думаешь, что кто-то из людей, которые прямо сейчас руководят шоу в форме Министерства обороны, находится там. Потому что они просто лучшие возможные солдаты, моряки, летчики или морские пехотинцы, которые у вас когда-нибудь могли бы быть. Ты совсем сошел с ума. Они находятся здесь потому, что подверглись политическому давлению. Конечно же, за последние 30 лет, особенно за последние 2122 года, всем, кто не соглашался добровольно, всем, кто бездумно не принимал любые глупые идеи и политику, которые попадались им на пути, было предложено уйти. Люди говорят, что именно гражданские лица контролируют действия военных. Нет, это означает уничтожение гражданского населения военными силами. Между ними существует большая разница. Любой, кто разбирается в вооруженных силах, понимает, что существуют пределы влияния как на военные, так и на гражданские стороны. И то, что действительно входит в компетенцию профессиональных солдат. Не обязательно должно обсуждаться членами Сената в Палате представителей, которые абсолютно не представляют, о чем они говорят. С таким же успехом ты мог бы созвать комитет на холме для обсуждения вопросов производства микросхем и попросить их прокомментировать, как нам следует к этому подходить. И сколько денег следует вложить. Они ничего об этом не знают. У нас есть много людей, которые ничего не знают, но они принимают эти решения и влияют на результаты. Мы не можем продолжать в том же духе. Так что вся эта правительственная структура, я думаю, находится в беде. И может быть, если прямо сейчас произойдет что-то хорошее, это повернет нас по другому пути, и мы сможем пересмотреть то, как мы ведем бизнес. Но прямо сейчас самая большая опасность, которую я вижу, заключается в том, что эта толпа в Вашингтоне не понимает, насколько опасна ситуация с Россией на самом деле. Они просто не хотят этого делать. И они продолжают крайне недооценивать российское правительство, его руководство и российский народ. Ты не можешь так поступать. А тем временем они находятся на мостике финансовой экономической версии Титаника. И с их точки зрения, это тот самый айсберг, в который мы врезались несколько километров назад. Это незначительное соображение, не волнуйся по этому поводу. И я не думаю, что они поумнеют до тех пор, пока волны не захлестнут палубой и не достигнут мостика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...